Как вы видели, жюри конкурса «Соколки вольных беларусов» не обрала переможца, но выбрала три работы, которые претендуют на перемогу. Мы решили не проводить очередных этапов конкурса, а просто выйти на улицу, встретить, типа, 10 до первого знакомого и спросить его, какая с работой ему больше понравилась. Тая работа, которую выберет этот Минак, этот человек, та и переможа, и тот человек, который, соответственно, ее намалевал, и отримает наш главный приз – айфон. Ну что, пошли шукать этого человека. Ну, вот добрые, интересные люди, которые, надеюсь, нам в этом и помогут. Привет, сябры. Ну, что у вас, спасибо. Павел. Добрый день. Мы рады о свободе. У нас такая вот, здарилась их история. Я продавал по электричеству. Глядите, у нас такая история. Мы проводили конкурс, и люди малявали дизайны для маек. Малявали дизайны. И у нас наши жюри выбрала три працы, а Лени выбрала головную пераможцу. Вы разумеете по-белорусскому, так? И не выбрали пераможцу. И той, кто вот с этих трех прац пераможа, той отримает телефон айфон. Видаете, таки телефон айфон. И вот мы вырошили... Да, вот одна из этих працы тримает телефон айфон. И мы вырошили, что... Давайте я вам расповеду. И мы вырошили, что... Глядите, вот есть три працы. И треба на ваш густ обрать ту из них, вось, якая лепшая и за якую можно подарить... За якую можно подарить телефон. Якая вось працы... Это на майке. Бачите, вось, это будут малюнки на майке. Вось, что вам подобается? Якую треба... Якая наибольшему подобается? Вам гэт... А чому гэтая? Все занимаются велоспортом. Есть дорожки, есть все. И есть все прекрасно. И маечка прекрасная. А что еще на этой майке намалевано? Окромя ровариста вы бачите? Велосипедист, кавалерист. Ну и как? Ну то вам больше это подобается, да? А вам? А на мой взгляд, мне уже эти велосипедисты надоели. Ага. И в подъездах, и прыгают. Могут сбить, если честно, идешь. Только он умеет объезжать там. А ты идешь, ты ж не слышишь его. А что, может, какая вам больше подобается? Тут Литвин, тут Я Белорус. Что вам подобается? А мне подобается. Ага. Ходите сюда. У вас разошлось и меркование. Ему подобается вот это, а вам это. А мне, у меня трое детей, и детям надо велосипеды. Ну так, давайте нет. Треба, как вы вызначилися и выбрали одну. Альбо гэтую, альбо гэтую. А вот эту, которую я взял, вот той и останется. А может гэтую? Нет. А вы докладно за эту, или, может, и за гэтую? Нет. А за эту я? Нет. А зачем там эта погоня? А вот у меня погоня. Войскавая с этим велосипедом. Нет. Я за мир. Ну что можно сказать? Наши, как бы, знов у нас невыбранная праця. Тобок засталось два финалиста. Как бы, два наших героя обрали одну и другую. Никто не хочет отдавать перемогу одной праце. Отремливается, что тогда у нас гэтая праця сходить. Уня быт. И застается только две працы. И мы тогда подойдем еще до одного человека, який уже конкретно выберет сирот гэтых двух прац. Тую, якая и Пераможа. Ну что, пошли далее. Короте, мы проводили конкурс, да? Знаете, что такое принты для маек? Видите? Идея была конкурса, что люди малявали малюнки, да? И в вынику той малюнок, який Пераможа, было 100 малюнков. Засталось два. И той малюнок, який Пераможа, той аутор отримает айфон 4S. А праца, ну, отримывается, выйдя на майках. И вось, ваша задача зараз разом вызначить, якая вам с гэтых прац больше подобается, кому подарить айфон и кто станет Пераможцем. Вы зараз подумайте. Кожны з вас, кто, як бы, якая з вас наберет найбольшь голосов, тому аутору мы и отдамо айфон. Думаю, 45. Твой 45, тобе что подобается? Нет, я не хочу. 45, так? А вам, хлопцы? 45. Я беларус, альбо все ж таки погоня на ровары? Нет, вот это 45. 45 лепш. Тобе так само. Тобо гэты никому не спадабалось. А таму, што я надзявочая, ци просто вам, вось, гэты малюнок больше подобается. Малюнок крутей, да? Ну, калли б вы я пранали и носили, то вы б такую носили. Ци такую б носили. Такую б носили. Ну, што ж, дякую. Таким чынам в нашым конкурсе перемогла погоня на ровары и аутор ее Улад Савельев. Веншуем! Все, дякую. Вы реально допомогли нам вызначить переможцу.